Научно-исследовательская лаборатория экстремальная биология Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен уже несколько лет изучает свойства хирономиды, комара, обитающего в Нигерии. Данный представитель животного мира способен выжить при отсутствии воды в его организме. Это очень интересное существо, потому что он способен полностью обезвоживаться и, соответственно, хранить без воды все свои типы клеток, начиная от крови и заканчивая нейронами мозга. И, соответственно, понимание того, как устроена эта структура, она такая прямая дорожка к развитию технологий безводного хранения клеток человека, культур клеток и так далее. Изучение этого комара может дать возможность безводного хранения восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений. Помимо этого его клетки могут поспособствовать выживанию человека. Мы сделали несколько таких очень важных шагов. Мы показали, что чувствительные к обезвоживанию ферменты люди могут экспрессировать их внутри клеток комара и так хранить их без всяких повреждений от обезвоживания. То есть такая концепция нового биобанка. И ряд биомолекул из этих комаров улучшают устойчивость к низким температурам клеток человека. Это такая дорога к биотехнологии. Выживаемость этого организма была проверена учеными несколькими способами. Комар был запущен в космос, где находился при условиях микрогравитации и повышенного радиационного фона. Несмотря на непривычную среду обитания, насекомое быстро адаптируется. Личинки комара способны выжить даже в открытом космосе. Совсем недавно ученые Казанского университета и рекена оставили живую капсулу времени для будущих поколений. В ней находились личинки этого вида комара. Наши обезвожные личинки комара, которые не требуют для хранения каких-то особых условий, прекрасно себя почувствуют в этой вакуумной запакованной капсуле, чтобы через 100 лет по специальной инструкции, где описано, что это продукт коллаборации между нашим университетом и рекеном, могли добавить воды, в общем-то оживить и почти 100 лет такого покоя посмотреть таких посланников из прошлого. Исследования продолжатся и на других животных с уникальными способностями. Об этом мы расскажем в ближайших выпусках. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз.